Музыка Здравствуйте, мои хорошие! Вы на канале Всё для женщин. С Вами вновь Ваша Хелена. Девочки, сегодня я буду готовить вкусный домашний плов, быстрый плов на сковороде. Такой плов, рецепт, я подсмотрела, сам рецепт, значит, подсмотрела на канале у бабушки Эммы. Вот, решила попробовать. Правда, они готовят его в казане и готовят его в больших количествах. Но мне это, в принципе, не надо. Я просто возьму и все ингредиенты уменьшу. И попробую приготовить. Но, единственное, не на казане, а на сковороде. Сковорода у меня вот такая толскостенная. Я надеюсь, что на ней получится плов не хуже, чем в боте или в казане. Так что, сейчас я покажу Вам, какие я бы использую ингредиенты для приготовления этого плова. Плов получился у бабушки Эммы очень рассыпчатый. Надеюсь, что у меня всё получится. Прошу меня поддержать. Пальчики вверх. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И подписываемся на мой канал. Ну, а сейчас приступаем к приготовлению вкусного, быстрого, домашнего плова на сковороде. Вместе с Елен. Для приготовления вкусного, домашнего плова на сковороде нам понадобится мясо. У меня в этот раз свинина, мякоть свинины. Морковь, лук, чеснок, естественно, рис. Рис я замочила предварительно кипятком, прям горячей водой. По идее, он должен у нас настояться несколько часов. Но у меня по времени вышло, значит, где-то минут 40-50. Пока я сейчас буду готовить зирак для плова, он у меня ещё настоится. Далее, значит, нам с вами нужен чёрный молотый перец, сахар, соль. И я ещё беру вот такую, значит, приправу для плова. Ну, я несла кое-какие, значит, свои изменения для быстрого приготовления плова. Посмотрим, что у меня получится. Ну, а сейчас я порежу мясо, нарежу лук, морковь, после чего продолжу. Да, мои хорошие, пока я буду резать мясо, я добавлю растительное масло в сковороду и поставлю её, чтобы оно у меня накрывалось. Мясо я буду нарезать такими, знаете, средними кусочками. Сильно крупно не буду, а средними. Вот, примерно, вот так. Вот такие кусочки. Далее, нарезаю лук полукольцами. И разрезаю лук на три части, на небольшие такие квадратики. Также мельчу чеснок. У меня уже, кстати, масло нагрелось. Сейчас будем жарить мясо. Но прежде я хочу внести, значит, свою такую небольшую нотку в приготовление. Я сейчас в масло добавлю рубленый чеснок. Сковорода у меня хорошо накалилась. Добавляю рубленый чеснок. Пусть слегка-слегка обжарится. Прям слегка. Вот уже пошёл запашок. Вкусный, приятный чесночный аромат. Добавляю мясо. И обжариваю на сильном огне. Минут 7-8. Периодически буду помешивать. Пока жарится мясо, приготовлю морковь. Морковь я буду натирать на тёрке для корейской моркови. Мне так проще. Она получается не сильно мелкая и не сильно крупная. В самый раз. Мясо у меня слегка уже обжарилось до румяной корочки. Закладываю лук. Перемешиваю. И так же обжариваю лук до румяности. Периодически помешивая. Отправляем в сковороду. Натёртую соломкой или резаную соломкой морковь. Перемешиваем. Добавляю в сковороду приправу для плова. Соль. Солить можно по вкусу. Перемешиваю. Добавляю чёрный молотый перец. И опять всё перемешиваю. Добавляю кружку воды. Перемешиваю. Как только закипит, убавляю огонь. И тушу на слабом огне минут 30. Зирвак у меня готов. Добавляю 1 чайную ложку сахара. Перемешиваю. Рис я замачивала кипятком, горячей водой, с добавлением соли. Сейчас я равномерно поверх мяса выкладываю рис. Распределяю рис ровным слоем. Если вы рис замачивали, но не солили, то надо будет ещё досолить. Если вы сделаете, как я, то досаливать больше не надо. И заливаю горячей водой, кипятком, тоненькой струечкой. Чтобы у нас с вами водичка слегка покрыла наш рис. Собираем рис вот такой горочкой. И делаем небольшие проколы. Чтобы выпарилась вся лишняя жидкость. Если так не делать, то у вас получится каша. И продолжаем готовить. Накрываю плов крышкой. Крышку прикрываю полотенцем. Делаю маленький огонь. И оставляю плов упариваться под закрытой крышкой и полотенцем минут на 20-30. Ну вот и всё, мои хорошие. Плов по рецепту бабушки Эмы готов. Посмотрите, какой он получился рассыпчатый. Рисинка от рисинки. Смотрите, какая красота. Спасибо бабушке Эмы за её рецепт. Единственное, что я готовила не в казане, а на сковороде. Но поверьте, рецепт просто обалденный. Очень вкусно. Ну вот и всё, мои хорошие. Плов готов. Рисинка от рисинки. До того вкусный. До того аппетитный. Рекомендую рецепт бабушки Эмы. Ссылочка на её канал будет под видео. Если вам интересно, заходите, у неё очень интересный канал. Дорогие мои, сейчас попробую, что у меня получилось. Очень вкусно. Очень вкусно. Если вам понравилось, ставим лайки, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. Подписывайтесь на мой канал. Впереди у вас же много очень интересных и полезных рецептов. Дорогие мои, ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Сегодня у нас пятница, впереди у нас праздники. С чем я вас и поздравляю. Желаю вам хороших и годных. Приятных вам праздников. И всего вам самого доброго. С вами была ваша Елена. Всем удачи. Пока-пока. Скоро вновь увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok